МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. На плановом оперативном совещании заместитель главы Десногорска Сергей Тощев подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Сергей Валентинович поблагодарил все структуры и комитеты администрации, которые принимали участие в подготовке и проведении Дня города, и напомнил, что в воскресенье 18 сентября состоится ещё одно не менее важное событие. В следующей неделе у нас также главное и основное событие теперь не только в нашем городе, а вообще в нашем государстве – это выбор. Выбор в Государственную Думу. Задача нашей администрации – обеспечить условия для более изъявления граждан. Председатель ЦИКа Максим Иванов рассказал о готовности десногорцев к выборам. Представлены два типа великений. Один – это политические партии, соответственно, которые будут представлены в Государственной Думу. Другой – это так называемые одномандатики. То есть те кандидаты, которые будут идти по одномандатному избирательному округу. Десногорска будет в одномандатный избирательный округ на номер 176. У нас 10 кандидатов по 176 округу. В территориальной избирательной комиссии совместно с администрацией, также с ОВД, управляющими организациями, а также с другими службами города была проведена большая работа подготовительная к выбору. Участковая избирательная комиссия сформирована. Предоставлены помещения, средства, связи, всем оборудованные необходимые. В городе уже началась вакцинация населения против гриппа. А отдел социальной защиты населения приглашает неработающих пенсионеров на обучение компьютерной грамотности. Записаться в отделе социальной защиты населения или обратиться в свои советы ветеранов до 23 сентября. Управляющие компании подготовили город к зиме. Завершен ремонт центральных дорог города и активно ремонтируются дороги внутри микрорайонов. На спортивной базе главного управления МЧС по Смоленской области в поселке Красный Бор состоялись областные лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок памяти Алексея Георгиевича Капустина. Эти соревнования проводят уже более 20 лет. В этот раз спортсмены преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями и штурмовали учебно-тренировочную башню. Победителями в общекомандном зачете стали наши десногорцы. Глава города Вячеслав Сидунков пришел в детский сад «Теремок» на родительское собрание. О цели его визита – наш следующий сюжет. В этом году активные родители встретились с главой и предложили свою помощь в проведении косметического ремонта в детских садах, в группах и на площадках. Они попросили помочь им материалами и инструментами. Глава обратился к спонсорам и шефам. Атомная станция откликнулась на просьбу и всем детским садам выделили стройматериалы и работа закипела. Активные родители в свободное время чистили и красили спортивные конструкции. Ремонтировали заборчики, горки и качели. Детские площадки заиграли новыми красками. Вячеслав Сидунков пришел на родительское собрание, чтобы сказать родителям спасибо. Есть общее наше с вами участие и общее наше с вами достижение. Здесь я хотел бы высказать, конечно, слова благодарности всем активным родителям, которые принимали в этом участие. И, в принципе, из вот этой небольшой, точечной, стихийно прилагаемой работы, которую родители, а не везде родители есть такие, везде родители проводят работу, организовав в этом году такое нечто более крупное сообщение, я думаю, что это хорошая форма работы, и мы ее возьмем на вооружение и обязательно продолжим. Родители предложили эту инициативу продолжить и в следующем году. Специализированный дом ребенка в Ярцеве стал первой площадкой проекта «Рисуем сказку», который в этом году начался в столице. Расписать стены для малышей, не имеющих семьи, приехали 40 добровольцев из разных российских городов. Большинство волонтеров – непрофессиональные художники. Для них участие в акции стало своеобразным мастер-классом. В доме ребенка находятся 36 воспитанников. Это малыши до 4 лет. В подарок от организаторов акции они также получили новую, удобную и яркую детскую площадку. Участники социального проекта «Слава Созидателям» в торжественной обстановке получили благодарственные письма от главы «Росатома» Сергея Кириенко. Церемонии награждения прошли во всех школах Десногорска. С июня в Десногорске работал проект «Слава Созидателей». Для участия в конкурсе школьники должны были снять видеоинтервью с представителями старшего поколения для того, чтобы увековечить историю создания нашего города и Смоленской АЭС. За эти несколько месяцев ребята отсняли более 200 роликов. 5 сентября руководство города и представители Смоленской АЭС вручили героям видеороликов именные письма от госкорпорации «Росатома». Дипломами и памятными подарками от Городского попечительского совета наградили детей, которые снимали фильмы. Тот материал, который ребята сняли за время проекта «Слава Созидателям», войдет в историю не только нашей школы, города, но, наверное, всей нашей страны. Этот уникальный проект сблизил участников разных поколений нашего города. Взрослые благодарили детей за внимание и интерес к ним и к истории города. Здорово получилось, что каждому из нас, кто принял здесь участие, пришлось как бы полистать историю прошлое, кое-что уже забытое. И поэтому проделана очень большая работа в рамках этого проекта. Школьники получили массу позитивных впечатлений от общения и при этом попробовали себя в новом профессиональном качестве. Мне это дало массу впечатлений. Я попробовала себя в творческом конкурсе «Слава Созидателям». Я благодарна, конечно, за свою звену Борисовне, за опыт, который она мне отдала. Все награды, благодарности и подарки абсолютно заслужены всеми участниками проекта «Слава Созидателям». Блок криминальных новостей. Пьяный Смоленин пытался продать полицейским патроны. У него изъяли более 400 патронов различных калибров. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы. Смоленин выращивал коноплю и маковую соломку у себя на участке. Подробности далее. В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что в Рославле проживает человек, который может быть причастен к их сбыту. При обыске в доме подозреваемого полицейские нашли на чердаке 40 кустов растения. Экспертиза показала, что это конопля. Общий вес находки составил около 13 килограмм. Также под кроватью и на чердаке было найдено более 2 килограммов маковой соломки. В отделении мужчина признал свою вину и объяснил, что выращивал коноплю и мак для себя. В настоящее время следователи отдела МВД Рославский возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Эта статья закона предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Смоляне теперь могут обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину прямо в социальных сетях. Для того, чтобы потерпевшие от преступления люди смогли пообщаться с ним напрямую, он создал в Фейсбук и ВКонтакте личные страницы. Ссылки на эти аккаунты также размещены на странице Александра Бастрыкина на официальном сайте Следственного комитета России. На августовской педагогической конференции председателю комитета по образованию нашего города Риме Овечкиной был вручен сертификат на 1 миллион рублей для приобретения автобуса. И вот долгожданный автомобиль прибыл в Десногорск. 15 сентября автобус был доставлен из Нижнего Новгорода и передан в пользование комитету по образованию. Автомобиль оснащен по всем гостребованиям перевозки детей и подростков. Мы анонсировали всему нашему педагогическому сообществу города Десногорска ряд новшеств, которые нас ждут в этом году. Одно из них было как раз получение нового автотранспорта. Теперь школьники и педагоги нашего города смогут принять участие во всех областных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, а также других мероприятиях различного уровня. Мы не могли участвовать во всех мероприятиях, олимпиадах, спортивных соревнованиях из-за отсутствия транспорта. По нашему ходатайству Смоленская область, а именно администрация Смоленской области из резервного фунда выделила нам 1 миллион рублей. Это замечательный подарок для всех детей и педагогов нашего города. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnardofistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова